Уважаемые телезрители, добро пожаловать в Белорусский телевизионный клуб «Что? Где? Когда?». Каждую пятницу на телеканале ОНТ «Осенние игры» «Что? Где? Когда?». Чтобы выигрывать, прежде всего, нужно играть. «Росатом» — корпорация знаний. Мы продолжаем трансляции «Осенних игр». Вначале я хочу напомнить об изменениях в правилах этого сезона. На протяжении последних лет в «Осенних играх», куда всегда выходят лучшие команды нашего клуба, разыгрывались две путевки в главные зимние игры. В этом же сезоне таких путевок только одна, и достанется она финалисту осени. К этому моменту команды показали следующие результаты. Команда Дениса Сулавка победила 6-4. Команда Василия Антипова неделю назад пыталась превзойти этот результат, взяла решающий раунд, и господин Антипов, к сожалению, проиграла. Сегодня нас ждет третья отборочная игра, и в ней примет участие команда Евгения Стишенко. Мы начинаем трансляцию третьей отборочной игры. Против телезрителей сегодня играют. Учитель истории Дмитрий Янукович Молодечина. Специалист по тестированию Артушем Суддинов Могилев. Работник сферы образования Евгения Кашлей Прилуки. Переводчик Александр Сопрыкин Могилев. Контент-менеджер Аркадий Пластинин Гродно. Капитан команды инженер-программист Евгений Стишенок Гомель. Сегодня против команды Евгения Стишенка сыграют следующие телезрители. Олеся Водолеева, Златоуст. Анастасия Сидорчук, Красноярск. Сектор «Маленькое счастье». Алексей Кудрявцев, Леозный. Анис Лейдис и Борис Красниковый, Урайс. Константин Герасименко, Новочебоксарск. Евгений Шамрук, Минц. Сектор «Салют Победы». Леонид Глимович, Голи. Сектор «Блиц». Анастасия Скрябина, Одинцова. Кристина Рогожина, Брест. Тринадцатый сектор. Осенние игры «Что, где, когда» телезрители против знатоков. Играем до шести очков. Счет 0-0. Первый раунд. Добрый вечер, господин Стишинок. Добрый вечер, господин ведущий. Евгений, вот неделю назад с вами обсуждали установку для команды на эту игру. Скажите, а вот меня знаете, что заинтересовало? Вообще когда-нибудь ваши капитанские установки команда исполняла? Конечно. А когда, какая все-таки установка сейчас? Господин Сапрыкин там заулыбался сразу. Мы сейчас будем действовать, как говорил Клаудио Раньери, когда привел Лестер к чемпионству. Попробуем набрать некоторое количество очков, потом еще некоторое количество очков, и все будет хорошо. Вы знаете, действительно, эта фраза стала крылатой. Спасибо, что вспомнили. Это хорошая фраза. Действительно, это были, конечно, Лестеры чемпионы. Это как команда Стишинка в финале года, да? Вы так думаете? Брест. Против вас играет наш постоянный автор, распорядитель работ Кристина Рогожина из Бреста. У госпожи Рогожиной, кстати говоря, 24-я вот такая полукруглая дата игра в клубе. Готовясь к битве при Гранике, Александр Македонский отдал распоряжение, чтобы войско плотно поужинало, и чтобы никто не жалел своих припасов. Внимание, вопрос. Господин Шамсудинов, а почему он приказал так сделать? Потому что был вирус в победе. Что они поужинают же с завоенными запасами. Хорошо. Есть рабочие места. Чтобы легче бежать было, например. Если в запасах нет. Послушайте, а если... Бежать не любят. Послушайте, а если он не рассчитывал... А, если они проиграют, то им не будет запасов. Если он не рассчитывал, что они вернутся назад. То есть им не нужны будут их запасы. Он был обереган и перейдет только вперед. Обычно обоссы похожие. Последние выигрыша битвы. Четвертый век. Их вернулось бы меньше, им больше обосс. Обосс пришлось бы ввести. Нет, скорее всего, он про хорошее договорение. Смотрите, вот на победу, вот на сли. Найт Персов, например, надо будет, а обосс бы замедлять. Но это, скорее всего, он хороший военачальник, он, скорее всего, их разбить пытался. Мне понравится больше всего с ошибки. Еще давайте версия рабочая есть. Для чего еще нужно плотно поужинать? Может, он понимал, что сложная битва. А если он понимает, что сложная битва, то нужны силы. Что они разобьют, и им нужно будет еще поужинать в следующий. Почему приказал так сделать? Слышал? Да. Прошу. Давайте ответит Александр Сапрыкин. Добрый вечер, господин Сапрыкин. Добрый вечер, господин ведущий. Прошу вас. Нам кажется, что Александр Македонский был абсолютно уверен в своей победе. Поэтому он приказал запасы свои все истратить, потому что запасы свои не пополнен за счет побежденных. Когда победят? Да. Понятно. Внимание, правильный ответ. У меня в карточке господин Сапрыкин так написано. Вот послушайте. Александр Македонский был действительно уверен в успехе. И считал, что завтра воины уже смогут угощаться вражескими запасами в разгромленном лагере противника. А значит, свои запасы им уже будут не нужны. Накрыли, как говорят знатоки. Вопрос господин Сапрыкин и господин Янукович. Молодцы, разложили. 1-0. А я с радостью представляю хранителя традиций нашего клуба. Сегодня у нас в студии представитель наблюдательного совета компании «Кентавр» Сергей Прохорчик. Добрый вечер, господин Прохорчик. Добрый вечер, господин ведущий. Господин Прохорчик, этим летом была такая большая неформальная встреча знатоков клуба. И вы также там были замечены. Все так? Все так, господин ведущий. А я правильно помню, что среди ряда конкурсов были и видеозарисовки, и, в частности, команда Евгения Стишинка по вам, так сказать, проехалась? Ну, я бы не сказал, что проехалась. Но я понял, что у господина Стишинка достаточно критическое отношение к моей работе в клубе. Я думаю, мы во время этой игры будем ее потихоньку исправлять. То есть вот так вот вы планируете спускать с рук то летнее безобразие от господина Стишинка? Не-не-не-не-не, наоборот, просто мы будем искать запоминания во время игры. Все, понятно. Продолжаем. Второй раунд. Немного напомню правила наших игр. В осенних играх пять команд ведут борьбу за выход в финал. Если побеждать телезрители, это всегда лишает команду шанса выйти в финальную игру. А лучшая команда осени, собственно, в этой финальной игре и сыграет. Сейчас, как я уже и говорил в начале, команда Дениса Сулавка, первый претендент на выход в финал осени. Господин Шапсуддинов, а вот вы были признаны лучшим игроком весенней игры. Как полагаете, сегодня получится повторить ваш успех? Ну, я с радостью поделюсь этим достижением с любым игроком команды, любым и выиграть. Артур, ну, не кривите душой, дело в том, что с 23-го года вы с госпожой Кашлей по очереди становитесь одинцово будет играть. И Дима один раз был. Нет, с 23-го года Димы там не было. Это пятая игра за два сезона, и у вас Евгений 2-2, господин Шапсуддинов. Но сейчас очередь с госпожей Кашлей, между прочим. Интересно. А уже там Дима пусть старается как может. Имеется в виду господин Янукович, конечно. Против вас играет документовед Анастасия Скрябина, город Одинцово, Российская Федерация. Посмотрите на экран. Перед вами фотография традиционных домов народа Батаки, проживающего в Индонезии. По одной версии, крыши этих домов сделаны таким образом, чтобы дым от костра, который разжигают внутри, быстрее уходил. По другой версии, такая крыша позволяла быть ближе к богам. Внимание, вопрос. В ответе вам надо продемонстрировать то, что согласно сторонникам этой второй версии напоминают такие дома. Улыбка. Улыбка, да. Хорошо, хорошо. Я думаю, что корабли напоминают. Давай, дима. Продемонстрировать, Артур. У них свай. У них свай. Сейчас бывает наводнение. А если это какой-то удивленный взгляд, потому что окна такие какие-то широко раскрыты, что типа... Или ты смотришь в небо. Руки ближе. А если не удивленный взгляд, а просто взгляд поднятый к небу на богов. Что у них за религия? Больше там... Кутизм. Кутизм. Еще раз смотрите. Вторая. Ближе к богам. Крышу рассматриваем с двух сторон. С одной стороны улыбка, с другой стороны на тебя. Как-то сверху посмотреть на нее типа... Если сверху посмотреть, попробуйте нарисовать, ребят. А почему такое я уже не вижу? Улыбка самая. Ребята, следующую версию нужно обсуждать. Давайте лестники какие-то приподним. Может быть, что сложно. Руки как-то сложены. Джани, Р 서로. Ребята, руки сложены. Руки сложены. Не можешь быть? А если они дальше от земли, в том плане, что они ближе... Ну каждый дом, ребята, вреди strengthened... Давайте, руки были сложены. Или руки сложены, или улыбка! Или руки или... А если подморкнуть? Нет,andi мыслами не молимся.. Давай, мыслами не молимся так, да? Нет, то там вот так. Продемонстрируйте то, что напоминаешь. Хорошо, давайте, боже Garcia. Ну вот, я так. Понимаю, две версии у вас, да, господин Сишинок? Всё верно понимаете, господин Ильич? Да, выбирайте. Давайте, Дима Янукович. Да, господин Янукович, прошу вас. Добрый вечер, господин ведущий. Сейчас я вам продемонстрирую улыбку. И это что значит? Ну вот, по мнению... Вторая версия, что так народы батаки ближе к богам. То есть они отправляют улыбки богам. Вот такой формой крыши. Вот боги сверху видят улыбки. Да, понятно. А, если поперек смотреть. Да, на крышу. Получается улыбка. Понятно. Внимание, правильный ответ. Сторонники этой версии считают, что дома народа батаки со своими своеобразными крышами напоминают... Покажите нам с телезрителем, пожалуйста, фотографию крупно. Ладони, сложенные в молитве. Посмотрите, как похоже. И по-моему, вы сами, господин Янукович, я был уверен, что вы будете это отвечать. Вот вы же сами демонстрировали. Мне показывают за вами, госпожа Павлючкова, то же самое. Вот Кристина там так же руки складывала. Очень похоже на крышу. А почему не выбрали, господин Янукович, эту версию? Не могу сейчас дать ответ. Понятно. Один-один. Я поздравляю документ обеда Анастасию Скрябину с города Одинцова, Российская Федерация. Анастасия, вы зарабатываете 300 рублей благодаря своей первой победе в сегодняшней игре. Я также хочу напомнить, что в этом сезоне каждый телезритель, чей вопрос выгодит у зандаков, получает приз 300 рублей. Да, промах, промах. А я с удовольствием хочу также представить генерального партнера сезона 2024 года, госкорпорацию «Росатом» в лице компании «Атомстройэкспорт». Напомню, что всю 8 интересных знатоков защищает представитель госкорпорации «Росатом» Беларуси Станислав Левицкий. Добрый вечер, господин Левицкий. Добрый вечер, господин ведущий. Господин Левицкий, ваш прогноз на сегодняшнюю игру? 6-4. Чью пользу, господин? Пользу знатоков, иначе было бы 4-6. А, вот вы как. Господин Левицкий, скажите, а сейчас как вам кажется, вы же там в зале присутствуете, в студии, что помешало команде утвердиться версии про сложенные руки? Она же не сразу появилась, ребята где-то догадались в 30-й секунде, но не выбрали. Почему? Вы знаете, мне кажется, в данном случае просто господин Стишинок сделал, может быть, чур-чур поспешный выбор в отношении Дмитрия. У него была замечательная, интересная гипотеза, но гипотеза другого коллеги была, к сожалению, правильной как раз. Ну, это тяжкая доля капитана. Тяжкая доля капитана. Ну, вы знаете, у нас господин Стишинок, это генератор случайных чисел такой при выборе версий. Уже не первый раз Евгений доказывает это, когда есть очевидная версия и красивая, на взгляд Евгения, Евгений всегда выбирает красивую вместо очевидной. Тем интереснее играет и команда господин Левицкий. Хорошего просмотра. Благодарю, господин Левицкий, за это. Рекламную. Атом. Энергия жизни. На телеканале ОНТ осенние игры «Что, где, когда» сейчас у нас в эфире третья отборочная игра. Счет равный 1-1. Словом команда Евгения Стишинка уже, я бы сказал бы, опытная и очень талантливая команда. Важно выбирать, как только что выяснилось, правильные ответы. Продолжаем игру. Третий раунд. Уважаемые телезрители, хочу напомнить, что в осенних играх интересы ваших, авторов наших вопросов, защищает заместитель директора медицинского центра «Нардин», врач-педиатр Наталья Егорова. Добрый вечер, госпожа Егорова. Добрый вечер, господин ведущий. Госпожа Егорова, но вы-то в клубе уже человек бывалый, как-никак третий эфир у вас. А ваш прогноз на игру? Я должна защищать телезрителей, но я хочу, чтобы победились не такие. То есть вас тоже, Евгений Стешинок, у себя своей харизмой покоил, да? Евгений Стешинок, но я-то, слава богу, опытный, тертый калач. На меня ваши улыбки не действуют. Я буду знать. Да. Хорошо. Так, Златоуст или Красноярск? Сверху Златоуст. Итак, против вас играет менеджер Олесия Водолеева, город Златоуст, Российская Федерация. Одна из самых опытных авторов сегодняшнего набора вопросов. Посмотрим, как вы справитесь, господин Стешинок. Рассказывают, что в одном из парижских ресторанов можно увидеть такое объявление. Иностранцам, которые заказывают обед не по-французски, скидка 10%. Внимание, вопрос. Как вы думаете, с какой целью владелец ресторана разместил такое объявление? Слушайте, может быть, официанты, чтобы туристы изучили разные языки. Потому что во Франции они очень... Больше туристы, они говорят, там скидка, передают друг другу. Приезжают туристы, он говорит, ест за 10 со скидкой. Послушайте, слышала вещь, что французы очень неохотно учат вообще чужой язык. Условно, вот они во Франции, и они есть только свой француз. Хорошо, вторая версия, чтобы официанты учили другие языки и понимали, если придет человек, не зная французский, Париж, что... Ребята, ребята, почему объявление? Может, это для посетителей? Объявление, но на французском языке. Объявление. Объявление, это значит люди не знали об этом. Нет, ну, может быть. Одна из парижских ресторанов объявление. Первая версия, что больше туристов, вторая версия, что официанты изучали разные языки. Официанты плохо, они меняются, постоянно текущих официантов. Все, я понял тебя. Хорошо, еще версии накидываешь. Да, всегда в официанты. А им скидка 10% отыграется тем, что любой, кто придет на иностранном, его поймут, правильно, его поймут успешно. Хорошо, еще взят, не молчим, еще 10%. Вот, что просто проблема, на французском, смотри, на французском же тяжело. Чтобы французский язык изучали, что французский язык изучали, что-то им просчитать нужно на французском языке это объявление, например. Да не важно, на каком языке. Прошу вас. Давайте Артур ответит. Артур, господин Швабсудинов, я так понимаю. Добрый вечер, господин ведущий. Мы с командой не смогли придумать ничего лучшего, чем то, что это объявление было для туристов, для привлечения как бы иностранных туристов. А в чем смысл? Ну, как бы скидка 10%, таким образом ресторан привлекает новых клиентов. Понятно, ваш ответ понятие. Внимание, правильный ответ. Господин Швабсудинов, вы знаете, когда мы готовили вот этот вопрос к эфиру, мы не уточнили этот момент, но мне кажется, что владелец этого ресторана просто-напросто филолог именно французского языка. Это объявление владелец парижского ресторана разместил для того, чтобы иностранцы не коверкали так милые его уху французские слова. Вот такой способ своеобразной защиты родного языка. Вот чтобы не коверкали французский язык, не мучайтесь, говорите с нами по-английски, а мы вам за это скидку 10% дадим. А у меня будет хорошее при этом настроение, размышлял владелец ресторана. 2-1 в пользу телезрителей. А я поздравляю менеджера Олеси Водолеевой, златоуста Российской Федерации. Господа Водолеева, вы зарабатываете 300 рублей своим собственным умом. Уважаемые телезрители, вы видите, выявляете наших знатоков можно. Представьте к нам свои вопросы, мы их очень ждем. Госпожа Егорова, ну а, конечно, мы с вами должны обязательно сказать, что вы сегодня определите лучший вопрос сегодняшней игры, который победит у знатоков. И автор этого вопроса получит дополнительно к выигрышу за вопрос сертификат на обслуживание на 500 рублей от медицинского центра «Нардин». Вот он. «Нардин. Счастье быть здоровым». Все так, госпожа Егорова? Все верно. Хорошо, мы будем тогда двигаться дальше. Продолжаем игру. Внимание, четвертый раунд. Хочу напомнить, генеральный партнер игр «Что, где, когда» в Беларуси – госкорпорация «Росатом». Господин Левицкий, а давайте поговорим об инновациях сегодня. Молодая команда, активная, перспективная, сами говорите. А что нового сейчас в технологиях «Мирного атома»? А над чем работаете? Ну, господин ведущий, знаете, конкретный пример приведу. Вот Белорусская АЭС работает на прекрасных реакторах ВВР-1200+, которые мы по всему миру сейчас строим, эксплуатируем. Это реакторы современные, надежные. А мы замкнули ядерный топливный цикл. И сейчас мы проектируем, мы будем строить новый реактор четвертого поколения на быстрых нейтронах, БН-1200, в котором в качестве топлива будет использоваться в том числе и компоненты переработанного топлива, использовавшегося на реакторах ВВР. И тем самым уменьшаем потребность в уране на 90% и сможем еще большее количество объектов энергетики, стран и вообще наше население обеспечить чистой и зеленой энергией. И вот проектирует, кстати, собственно, этот реактор наш инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом». Неужели это возможно? Спасибо. Да, это инновационная технология. Естественная информация. Спасибо. Так, ну а нам с телезрителями вот сверху теперь точно видно, что, к сожалению, не маленькое счастье, а пока Лиозна. И против вас играет еще один наш постоянный автор. Александр Кудрятцев из Лиозна. Это 23-я игра у господина Кудрятцева в нашем клубе под ваши аплодисменты. Так, ну мы уже поговорили про капитанские установки. Неделю назад говорили про вашу память на ваш счет, с каким счетом вы играли. Господин Стишинок, а помните, как в одной из игр вашей команды выпал вопрос о замечательном стихотворении Новеллы Матвеевой про острый перец? Да, помним. Помните, хорошо. Напомню, что тогда именно господин Янукович, как и сегодня, не смог дать на него верный ответ. Все так, господин Янукович. Сейчас, Дмитрий, есть у вас шанс реабилитироваться. Вас ждет еще один вопрос по мотивам творчества этой же поэтессы. В стихотворении Новеллы Матвеевой, которая называется «Завидую далеким временам», есть такие строки. «Нужна узда горячим скакунам», «Обложка книгам», «Рама всем портретам», «Плотина разогнавшимся волнам», «А в черном ящике» находится множество примеров того, что, по мнению поэтессы, нужно «разговорившимся поэтам». При этом, внимание, вопрос. Что в черном ящике? Прищепки бумага. 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 Смотрите, это все ограничивает. Дамба ограничивает, драма ограничивает. Прищепки. Ребята, прищепки не ревмутся. Прищепки и разговорившимся поэтам ложится. Так под слогами как бы это быть нет. Татар, разговорившимся поэтам, давайте, в Востоке. Татар, разговорившимся поэтам. Что может быть? Дин Перо, Перо, чтобы писать теперь? Перо, разговорившимся поэтам. Чего есть много? Ты думаешь, сдержать? А может быть, поток мыслей? Как он может? Размер, его нужно удержать в размере. Чернила, чернила. Поляр, поляр, поляр. Как они здесь будут? Чернила, разговорившимся поэтам. Он хочет писать ноту, а ему надо в определенный размер. Чернилица, ручки, картошепки. Служба предметов того, что ему нужно разговаривать. Чернила, не щепки. Что у нас работает? Помощь может, помощь. Кто отвечает? Счет 1-2, кстати говоря. Клуб предлагает помощь, не предлагает? Я не слышал. Наверное, нет. Клуб не предлагает помощь, но давайте мы попробуем и возьмем все-таки черный ящик. Кто-то может попасть. В черный ящик смотришь? Да. Кто будет отвечать? Мы бы помощь хотели взять. А, помощь. Да, пожалуйста. Ну, давайте, стих я повторять не буду, да, господин Тишинок? Он есть на экранах. Я думаю, все его видят, в том числе и наши телезрители могут лишний раз посмотреть. Итак, у клуба есть 20 секунд на помощь. Пожалуйста. Семочки. 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 Семечки. Семечки Семечки. Семечки. Компания. Мало, мало. Бюро. Очень шумно было, 20 секунд вышло, прошу. Давайте я попробую ответить, одна из версий. Скорее всего, что-то, что должно разгоревшимся поэтам как-то ограничить их поток мысли, поток сознания, и этого должно быть много, и оно небольшого размера, мое мнение, что там могут быть семечки. Это каким образом? Ну, чтобы рот закрыть поэтам. Тешенок, понятно. Внимание, правильный ответ. Навелла Матвеева. Да, очень жаль, что и в клубе никто не сообразил. Навелла Матвеева пишет. Послушайте, это такой, знаете, рейтинговый был вопрос, прям скажем. Нужна узда горячим скакунам. Обложка книгам, то есть, да, что-то ограничивает, пацаны, как госпожа Кашлей сразу поняла про это. Рама всем портретам, Евгения. Плотина для разогнавшихся волн. Давайте открываем черный ящик под немножечку. Сонет. Разговорившимся поэтам. Сонет. Как вы знаете, классический сонет – это строгая короткая форма стихотворения, ровно в 14 строк. И тут сильно не разгуляешься. А этот сборник сонетов Шекспира я хочу подарить вам, госпожа Кашлей, после игры. Спасибо, господин. Изучайте. Шекспир был не разговорившимся поэтом в этих сонетах. Господин Стешенок, обидно? Да, очень хороший вопрос. Спасибо. Мы старались с господином Кудрявцевым. Меж тем, 3.1. В пользу телезрителей. Я поздравляю преподавателя Алексея Кудрявцева с города Лиозна. Господин Кудрявцев, вы зарабатываете 300 рублей благодаря этому прекрасному вопросу. Позвращаю Егорова. Не сочтите за труд запомнить этот вопрос, как один из номинантов на сегодняшнюю победу и сертификат от Нардина. Обязательно, господин ведущий. Господин Стараказников из команды Сергея Буяна около вас стоит. Господин Стараказников, а вам как вопрос понравился? Великолепный вопрос. Господин Стараказников, а почему вот вы, например, не ответили? Что помешало? Вот мне просто интересно даже. Мы что-то предметное искали, а здесь надо было еще дополнительный выход из плоскости сделать. Да. То есть точно не семечки? Не семечки. Не семечки. Ну что ж, я хочу напомнить, что в каждой игре этого сезона совместно с Росатом мы продолжаем поощрять интеллект у лучших знатоков нашей страны. Лучший знаток конкретно сегодняшней игры получит, давайте посмотрим, эту статуэтку Человек Знаний от госкорпорации Росатом. Росатом. Корпорация Знаний. Продолжаем. Продолжаем, господин Стишинок. Внимание, пятый раунд. Уважаемые телезрители, господин Левицкий, напомню вам состав команды. Сегодня играют Александр Сопрыкин, Артур Шемсуддинов, Дмитрий Янукович, Евгения Кашлей, Аркадий Пластинин. В команды Евгений Стишинок. Ну, справедливости ради, конечно, сонет это сложный вопрос, действительно. Я надеялся, что он вам по зубам окажется, но в целом команда работает хорошо. Продолжайте в том же духе, все, мне кажется, будет в порядке. Уральск. Протива сыграет Анис Лейдис и Борис Красниковый, город Уральск, Казахстан. Во время экспедиции Александра Гумбольта по Южной Америке исследователи сильно страдали от очень мелких мошек, кафафи. Они называются. Хлопчатобумажная ткань, аналог москитной сетки, помогала от комаров. А вот против кафафи была бессильно. Коварные насекомые проникали в отверстия между нитями. Внимание, вопрос. Как вы думаете, что стали делать участники экспедиции для того, чтобы ткань надежно защищала и от мошек? А может быть, крахмалили, крахмалец не подойдет, Женя? Ты думаешь, что не крахмалец, почему нет? Это с картошки добыть. Что еще? Сладывать вдвое, вымазывать грязная одежда, забивают все коры. Может, просто намачивать, действительно, если туда вода будет? Что можно делать с одеждой еще? Что с одеждой? 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 Грязная, грязная. Уральск, грязная Америка. Что еще? Там тропические леса, амазонка, пленка. То есть, если они намочат, она долго будет сохнуть, там очень высокая вода, правильно? Да, это еще что-то, что они могли вот прямо здесь и сейчас, они столкнулись с ним только когда приехали, они заранее прибыли, поэтому крахмала скорее всего нет, еще что-то. Хорошо. Что еще можно сделать с одеждой? Это какое-то подручное средство, ну не дымом, а дым, 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 дым нет, но он не забивает. Грязь. А может, все-таки дым склонит, что не запах? Нет. Тише, тише. Госпожа кашлей. Кто отвечает? Давайте, Артур ответит. Прошу вас. Мы считаем, что Гумбольд и другие исследователи для его экспедиции поступали следующим образом. Они брали эту ткань, погружали ее в воду и поры, которые, как вы говорили, которые мошки могли пролезть, уже препятствовали этим мошкам. Поры? Поры препятствовали мошкам. Вода забивала поры и мошки не могли пролезть. Понятно. Внимание, правильный ответ. Господин Шабсудинов, если вы окажетесь в Южной Америке и на вас нападут кафафи, вы берете обыкновенную марлю, которая антикомаринная, да? Кладете ее в тазик с водой и, однако, кафафи туда не залетит. Это правильный ответ, господин Шабсудинов. Я вас поздравляю. Два-три. Два-три. Да? Господин Стешинок, вот видите, все-таки все гениальное просто. Вот эта фраза, она применима и к вашей команде. Наконец-то вы выбрали логичную версию, а не какую-то суперфантазийную. Там про дымы и грязи и семечки, да. Совершенно верно. Здесь Стешинок, но вы знаете, вы, конечно, сделали одно такое легкое должностное преступление сейчас. Ведь мы привыкли, что к чайной паузе, как правило, счет 1-4 в осенних играх, а у вас 2-3. Но, тем не менее, все равно я ее возьму. Передохните немного, чайная пауза. Уважаемые телезрители, в сезоне 2024 года я представляю вам чай настоящих знатоков. Королевский чай Ричард. Для получения превосходного вкуса опытные эксперты отбирают листья с лучших плантаций мира. Попробуйте шедевр коллекции Ричард – Royal Ceylon. Это высокогорный цейлонский чай с богатым насыщенным вкусом и изысканным ароматом. Ричард – королевский чай. Чай Ричард – настоящий шедевр, достойный короля. Бесподобный. Я или Ричард? Вы оба. Ричард – королевский чай. 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 Что, что я влюбилась в принца Девочки-принцессы ждут своих принцев Как бы только не ошибиться Под моим окошком ждёт меня Алёшка Рыжейка на воды на принца не похожа Ах, Алёшка, а ты всё не сдаёшься Но моя мама, папа не велят с тобой гулять Я в платьице в горошек, ты ставишь мне подножки Но так ты моё сердце не сможешь завоевать Не даёшь проход в любую погоду Ждёшь меня под падиком целый день А я не выйду с роду, хотя походу Кажется, ты тоже нравишься мне Светит солнце, небо, кошка, дай Ещё поспать немножко Может мне опять приснится, что Что я влюбилась в принца Девочки-принцессы ждут своих принцев Как бы только не ошибиться Под моим окошком ждёт меня Алёшка Рыжейка на воды на принца не похожа Светит солнце, небо, кошка, дай Ещё поспать немножко Может мне опять приснится, что Что я влюбилась в принца Девочки-принцессы ждут своих принцев Как бы только не ошибиться Влюбиться под моим окошком ждёт меня Алёшка Рыжейка на воды на принца не похожа Настя Кравченко на «Что, где, когда» Прекрасно Спасибо, Кравченко Ну что, господин Стешинок, взбодрились? Взбодрились? Да, да, да Взбодрился, прекрасно Реклама новая Первый прикорм Первые победы Первые подарки от маленького счастья «Маленькое счастье» Лидер в сегменте детских фруктовых и овощных пюре Партнёр «Что, где, когда» в Белоруссии Медицинский центр «Нардин» Счастье быть здоровым На телеканале ОНТ осенние игры «Что, где, когда» Третья отборочная игра у нас в эфире Напоминаю, что сейчас счёт 2-3 Команда Евгения Стешинка пока проигрывает команде наших телезрителей Мы начинаем шестой раунд Уважаемые зрители Дорогая команда, хочу представить поистине королевский подарок от королевского чая Ричард Лучший знаток осени получит по окончании финальной игры Вот этот годовой набор чая Ричард Господин Стешинок Всё в ваших головах Как прошла музыкальная пауза у вас в команде? Позитивно Бодро, как я и обещал Смотрите, я же никогда не обманываю Салют Победы Да В честь 80-х годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков И грядущего юбилея Великой Победы Весь сезон 2024 года в этом секторе звучат вопросы о Великой Отечественной войне И сегодня свой вопрос в нём задаёт методист Татьяна Миссюревич из Могилёва Внимание, чёрный ящик Господин Стешинок Белорусский поэт-фронтовик Алексей Пысин рассказывал Что воспоминания о войне внезапно посетили его уже много лет спустя На концерте народного ансамбля В чёрном ящике находятся предметы, вызвавшие эти воспоминания Которые нередко оказывались в большом дефиците на передовой Внимание, вопрос Так что в чёрном ящике? Ложки Ложки, по-моему, да? Как будто стреляют, да? Ну и вообще ложки Жень, Жень, не слишком большой ящик? Ложки большие Трещот 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 Предметы Я думала, губные гармошки, если он был на концерте народного ансамбля Не маленький, маленький Что? Они должны в паре работать. Губная Преугольник Народного ансамбля Что есть? Кокошник Давайте, что ещё у народного ансамбля Нет, как нам могут намекать? Бритвы какие-нибудь Нет, мужики Ребята, у народного ансамбля Вот он пришёл на концерт Что он может увидеть? Ребята, жена Приджи не знаю Сапоги не были? Сефицитом Ребята, давайте перевернем, если не звук, а что-то из одежды. Женя, если что-то из одежды. Может, свистулька какая-нибудь? Что в черном ящике? Прошу вас, кто отвечает? Ответит Саша Сопрыкин. Господин Сопрыкин, прошу. Господин ведущий, нам кажется, что по зиму, по эту фронтовику напомнила о войне игра на музыкальных ложках деревянных. А почему? Вы знаете, они так трещат, может быть, это напомнило, как флэшбеки бывают о войне, как будто бы выстрелы пулеметов или автоматов, например. Ну и, соответственно, было в вопросе, что дефицит был на передовой? Да. Вы думаете, что ложек не хватало войнам? Мне кажется, да. Был такой факт, я сочетал. Понятно. Ну, вы просто на первой секунде, по-моему, это все и сказали. Внимание, правильный ответ. Знаете, господин Сопрыкин, дело в том, что солдат перебрасывали с одного участка фронта на другой. И зачастую так это все происходило внезапно, что они физически не успевали собрать даже личные вещи. А выступление ансамбля народных инструментов, среди которых были в том числе и ударные, заставило Алексея вспомнить о том, как целый отряд во время обеда остался. Давайте откроем черный ящик. Без ложек. Вот суп им подали, а ложки они забыли на предыдущем месте дислокации. Это правильный ответ, господин Сопрыкин. Я вас поздравляю, сегодня прямо ваша игра. 3-3 сравняйте. Я хочу обратить внимание, что господин Сопрыкин самый, так сказать, неопытный знаток этой команды. Господин Сопрыкин попозже присоединился к составу Евгения Сишинка. Это ваша шестая игра, Александр. И, наконец-то, мы видим вас во всей красе. Спасибо. Старайтесь. Да, старайтесь, пожалуйста. Большой молодец вы сегодня. А я хочу рассказать правила осенних игр. В играх принимают участие пять команд клуба. Напомню, у нас играют в этой осенью команды Василия Антипова, Евгения Сишинка сейчас за игровым столом. Впереди нас ждут игры команды Дмитрия Свинтицкого и команды Татьяны Королевой. Ну а на первом месте рейтинга команда Дениса Сулавка, который, напоминаю, в первой отборочной игре выиграл со счетом 6-4. Но вполне себе счет, который можно господин Свинтицкий мне вас показывает, превзойти, да? Да. Я думаю, нам по силам. Посмотрим, по силам ли это будет команде Евгения Сишинка. А сейчас внимание. Судьба главного приза осенних игр 2024 года определится в финальной игре. Если в финале победят знатоки, то лучший игрок этой команды получит малую хрустальную сову и денежный приз – 2000 рублей. Если же в финале победят телезрители, то малую хрустальную сову и 2000 рублей получит лучший игрок команды телезрителей, а автор – лучшего вопроса финала. Продолжаем. Седьмой раунд. Уважаемые телезрители, на сайте нашего клуба «ТВ Игра Бай» вы можете посмотреть любую игру за все предыдущие 15 сезонов. Ну, например, посмотреть, как до этого семь раз играла команда Евгения Сишинка. Как последние два года господин Шамсудинов с госпожой Кашлей сражаются за звание лучшего знатока этой команды. Господин Шамсудинов хитро улыбается, надеется прервать традицию, когда через раз и два раза подряд получить лучшего. Да, господин Шамсудинов? Не, я с радостью… Такие у вас подметные мыслишки. Александр, главное – победа, думаю, все будет. Гомель. Против вас играет обладатель «Малой хрустальной совы», тогда еще как знаток нашего клуба, педагог Леонид Климович из Гомеля. Пассажирам первого советского реактивного самолета Ту-104 выдавали не только карамель взлетную, но и небольшой целлофановый чехол-пакетик. Внимание, вопрос. А что в него предлагалось класть? Обертки или сами конфеты, которые они не доели? Не доели, конфеты? Это что, это сосульки, как обычно? Да, это лизинцы, это лизинцы. Кормили взлетные. Если ты не доел, потом доедешь, да? А может быть, на взлете и на посадке половинку надо? Нет. А, может быть, это хорошо. Потому что они же липкие будут, их как будто бы неудобно достать. Они липкие. Они знают, что можно за обертку положить? Давайте подумать. Что это называется? Первый ряд – это не самооблачение. Что это, Советский Союз? Время. Не важно, подождите, давайте еще что-то. Может быть, беруши? Нет, беруши потом отец. Зачем чехол? Смотрите, может, что-то не может быть? Сотяга для себя по-другому идет. Давайте попробуем по-другому, что в самолете может быть у людей, у всех, что они будут на лаванное. Часы, какие-то личные вещи. Чем, может быть, часами не разрешали типа пользоваться? Что-то электронного не могло быть, правильно? Первый советский, ТУ-104, первый 70. Вот именно советский. Пантик, что? Мне кажется, конфеты… А может, конфеты раздавали без пантиков? А может, что-то другое попробую придумать? Как вот… Электронного ничего не было в то же время. Кто отвечает? Ответит Артур Шамсудинов. Да, господин Шамсудинов. Господин ведущий, мы полагаем, что, как ни странно, этот чехол с целлофановый давали пассажирам для этих же недоеденных конфет. То есть, условно, самолет реактивный, взлет продолжался, в принципе, не очень долго, там, пару минут буквально. И люди не успевали доесть конфеты, ну, то есть, они все любили. И после этого конфету некуда было деть. То есть, если его в самолет, в карман какое-нибудь кресло кинешь, будет липко. Поэтому они обратно в этот целлофановый пакет, конфету недоеденную и клали. Внимание, правильный ответ. Самолет реактивный. При полете на самолете Ту-104, как пассажиры, так и их вещи подвергали значительным перепадам давления. Например, предотвратить закладывание ушей, при этом должна была помочь карамель. Вот вы почти представили образ советского гражданина тех лет, но не до конца, господин Шабсудинов. А вот специальные пакетики, которые раздавали пассажирам, предлагалось класть ручки. Помните, раньше у всех ручки с собой были, как правило, чернильные. Чтобы, если чернила потекут от перепада давления, они не испачкали одежду. Вот такая была забота о костюме советского пассажира. Что-то вы в эти конфеты уперлись. Вы знаете, господин Стишинок, 45 секунд, кроме Барбарисок, вы ничего и не обсуждали. А хотелось бы, конечно, от вас больше версию услышать. 4-3. 4-3. Да, опытный наш знаток и опытный телевизор Леонид Климович. Вот так современная молодежь про чернильные ручки не вспомнила. Леонид Климович, я вас поздравляю. Вы зарабатываете 300 рублей своим собственным именем. Понятно. Испания Егорова, вот в летних играх господин Сайков неоднократно упоминал, что медицинский центр Нардин не стоит на месте. Есть очень интересные инновации и у вас, но обсудить с ним это мы не успели. А ведь любые инновации в медицине это крайне интересно и уж точно всегда полезно. Может быть, вы сейчас нам расскажете о каких-то из них? Ну, в нашем медицинском центре много инноваций. Одна из последних – это прибор для непрерывного контроля уровня глюкозы крови. Он крепится на плечо пациента и дает более 200, представляете, господин ведущий, более 240 результатов в течение суток. Результаты непосредственно передаются на мобильное устройство пациента и врача. И, возможно, коррекция лечения и подбор препаратов прямо в режиме онлайн. Вот такая у нас новая инновация. Она важна для пациентов с впервые выявленным диабетом, либо если этот диабет декомпенсирован. Пожалуйста, приходите, всегда готовы помочь. Ну, я пока без диабета похожу, можно, господи Егорова? Кому это нужно, конечно, пусть приходит. Спасибо. Действительно, это не менее фантастически звучит, если честно, чем вот реакторы, работающие на топливе от других реакторов. Да. Реклама на УНК. Первый прикорм. Первые победы. Первые подарки от маленького счастья. Маленькое счастье. Лидер в сегменте детских фруктовых и овощных пюре. Восьмой раунд. Господин Прохорчик, как игра? Какая ситуация в студии? Студия включилась в обсуждение вопросов. Вопрос с ручками просто поразился. Но вам лично понравился. Господин Прохорчик, вы летали, кстати говоря, на реактивных самолетах доводились? Я летал на реактивных самолетах, но я уже летал, когда такими ручками редко пользовались. Все-таки я чуть-чуть помоложе, чем когда запускался. Так и не скажешь. Ту-104. Да, я сам понимаю, но что сделаешь? Хорошо. Давайте вернемся в игру. Остановился волчок. Тринадцатый сектор. Я напоминаю, что в тринадцатом секторе обычно играется обычный вопрос от обычного телезрителя, но по необычным правилам. В связи с тишинок, вы уже один раз в этом сезоне играли тринадцатый сектор, тогда вы оставались втроем. Поэтому сейчас у вас остался выбор, либо сыграть шестером на обсуждении будет 10 секунд, или играет один знаток, у которого будет целая минута. Этого знатока, кстати говоря, назначаете вы. И если он выиграет раунд, знаток зарабатывает и очко, и дополнительную минуту на обсуждение, которая вполне вам может пригодиться. Господин Стишинок, что будете делать? Давайте мы все вместе останемся. Ваше право. Итак, напоминаю, 10 секунд, господин Стишинок. Я помню. Итак, против вас играет обладательница малой хрустальной совы, методист Татьяна Шепетуха из Бреста. Посмотрите на экран. Внимание, вопрос. К чему призывает эта социальная реклама? Не выбрасывайте одежду, потому что она может согреть других. А может быть, меньше? Не выбрасывайте социальную. Да. 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 Время вышло. Господин Стишинок, кто отвечает? Сам. Давайте я попробую. Давайте. Смотрите, мы видим тут камин, сложенный из одежды. Возможно, эта социальная реклама дает нам такой посыл, что одежда может согреть. Поэтому, раз она социальная, это значит, не нужно выбрасывать одежду, а нужно ей делиться, допустим, через какие-то благотворительные организации, потому что ваша одежда, которая вам не нужна, может согреть кого-то, кому она нужна. 4-4. АПЛОДИСМЕНТЫ Наконец-то проснулся капитану господине Стишинке. Правильную версию выбрал. Действительно, абсолютно точно вы ответили. Продолжаем игру. Внимание, девятый раунд. Я напоминаю интригу этой игры. Для того, чтобы обойти команду Дениса Сулавка, господину Стишинку достаточно вместе с командой правильно ответить на ближайшие два вопроса. В таком случае счет станет 6-4. По правилу более поздней игры вы обходите господина Сулавка и его прекрасную команду. А вот если сейчас даже вы будете выигрывать, например, ничья 5-5, то придется брать решающий раунд, как это было неделю назад у команды господина Антипова. Новочебоксарск. Против вас играет менеджер Константин Герасименко, город Новочебоксарск, Российская Федерация. Посмотрите на экран. Такую формулу для получения результата вывела представительница одной профессии. Внимание, вопрос. А достижение результата в каком процессе описывает эта формула? Представительница, женская профессия скорее всего. Где человек повар? Фотомодель не может быть какая-нибудь. Телевизионная профессия. Модель. Чем больше скованности, тем меньше результатов. А если это просто спортсмен, который себя сковывает и не может сделать результат? Тем меньше скованности, тем больше результат. Тем меньше скованности, тем больше результат. Фотомодель, топ-модель. Актриса, Женя, если просто актриса, затраченное время, мотивация. Актриса, мотивация. Где мотивация? Где мотивация? Где мотивация? Где раскрепляется? Нет, там скованности нет. Скованности в спорте. Может быть фигурная гимнастика? Ребята, если просто, там же... Актриса, мотивация, достижение, результат, в какой профессии, в каких? Может скованность... Фотомодель какой-то результат может достигнуть? Гимнастика, скованность тела, а не скованность цель. Какая профессия, гимнастка, достижение, результат, в какой профессии? Актриса, гимнастика, танцор, танцовщицы. Кто отвечает? Вы сейчас как тот самый ту, реактивный. Да. Тишина, кто отвечает? Давайте я попробую. Пожалуйста. Представительница профессии. Ну давайте, что-то уже скажите. А, ну... Досчетание результата в каком процессе описывает эта формула? Какой это процесс? Еще лучше. Так, смотрите, значит человек тратит много времени, и у него есть мотивация. Что-то достичь. И он не должен быть в этом процессе скованным. Тогда он получит результат. Что же это может быть? В каком процессе? В каком процессе? Нет ответа. Да нет, давайте я предположу, что это игра на сцене. Это игра роли. То есть это женщина была актерской. Актерское искусство. Внимание, правильный ответ. Вот вы когда сейчас услышите правильный ответ, вы себя хлопните по лбу со словами, как мы могли до этого не догадаться. Крутились совсем рядышком. Всю минуту. Смотрите, вы все правильно сказали. То есть ты тратишь много времени, у тебя есть мотивация на результат, но тебе мешает скованность. Изучение иностранных языков – это, естественно, в основном женская профессия, переводчик либо учитель иностранного языка. Скованность господин Сапрыкин мешает людям частенько разговаривать на иностранном для себя неродном языке. По-моему, это еще один красивый вопрос, который сегодня прозвучал, и, к сожалению, вы до него не нашли правильный ответ. А 4-5 телезрители выходят вперед. А я поздравляю менеджера Константина Герасименко из города Новочебоксарской Российской Федерации. Вы, господин Герасименко, разрабатываете 300 рублей своим собственным, подчеркиваю, умом. Госпожа Кашлей, а что вам помешало сейчас найти это? Вот вы любите такие вопросы на почувствовать, на догадку Евгения. Чего не хватило, как вы думаете? Да, мне кажется, мы хорошо отработали, просто образ не пришел. Это как будто бы вопрос вот на щелчок и ни у кого не щелкнуло. Да, на щелчок, да. По профессии, где человек умешает себе проявить скованность и выбрать какую-то одну, ну, по формуле было сложновато. Ну, мы не накинули. Но когда пришел ответ, правда, ложится идеально? Да, красиво, красиво, очень хорошо. Красиво. Ну, Евгения, 4-5. Сейчас команде надо хотя бы достичь счета 5-5, а дальше уже думать, что вы будете делать с решающим раундом, либо все-таки хотите команду в следующий сезон с победой сохранить. Это тоже такой вариант возможен. В общем-то, вам сейчас надо двигаться вперед. Продолжаем игру. Десятый раунд. Господин Левицкий, я знаю, что вы одно время много путешествовали. Вам вот эта история с иностранным языком легла вот сейчас? Вы знаете, господин ведущий не легла, потому что, мне кажется, эта формула, она подходит ко всем видам деятельности, требующим коммуникаций. Я, честно скажу, коммерческая деятельность, то же самое, если у тебя скованность, и при этом у тебя будет и мотивация, но результата ты не получишь. Поэтому, мне кажется, надо было, может быть, немного в подсказках игрокам дать вот еще легкий такой подход. У нас в клубе нет такого, мы никогда не подсказываем, господин Левицкий, поэтому, к сожалению, да, может, в каких-то других клубах и подсказывать знатокам. Жалко, что не в нашем, жалко для господина Стешинка. Жалко, да, для господина Стешинка. Так, ну что ж, Стешинок, вот один из решающих моментов вашей сегодняшней игры. Против вас играет строитель Евгений Шамрук из Минска. Очень яркий вопрос у господина Шамрука, и у него сегодня юбилей. Десятый вопрос звучит в нашем клубе. Ну, если команда правильно ответит на этот вопрос, шансы у команды есть. Он коротенький. Внимание, вопрос. А о чем так сказал советский литератор Михаил Малов? Очередь, очередь может быть. Очень серьезней. Хорошо, молодец, давай еще. От хвоста к голове все белее, белее. Хвост очереди может? В конце очереди. А, все правильно,あと пришел, пришел. У чего еще есть хвост? Хвост у чего еще может быть? Хвост, студенты, хвост, я не знаю, хвост. Сессия, сессия, поезда есть хвосты. А если что, то професс destruissez студентам. От Mira, gefährкие хвосты. Поезд, дорога. Жаня, слышал? Поезд, дорога какая-нибудь. Давайте что-то советское еще. А если вот эти кредитные карточки какие-то, что-то типа, я понимаю, я накидываю, что еще может быть. История, что-то с историей может быть. А если просто история? Нет, ну здесь снег сидел, она стоит. Даже в любую побольше. Саша, Саша. Саша, Саша. Саша, я смотрю. Хорошо. Давайте я сформулирую свою версию, вроде как она больше всего понравилась. Раз литератор советский, то давайте предположим, что говорил он о советской реалии. Хвост и голова есть у очередей, которые были так распространены в Советском Союзе. Ну и вот, соответственно, снег идет, а, допустим, люди стоят за чем-то дефицитным. Ну и, а хвоста голове все белее и белее, то есть те, кто пришли, они уже тряхнулись, а те, кто только дошли, они еще все в снегу. Наоборот. 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 Нет, просто. Саша, ты же прав. Господец Тишинок, я у вас спрашиваю, будете играть решающий раунд? А можно мы чуть-чуть подумаем? Нет, уже все. А Блиц, проси, Блиц как Супер Блиц? А Блиц играется как Супер Блиц, если вдруг выпадает. Ну конечно, конечно. И Маленькое Счастье тоже играется как Маленькое Счастье. Почему? На мне, что не рисковали. Да нет. Вы, ты готов? Не, ты готов? Ну скажи ты. Ну дождь лучше. Нет. Сашка сегодня лучше. Саша, мы сегодня. Саша, мы сегодня. Итак, вы играете решающий раунд. И остается Александр Сопрыкин. А у нас реклама на ОНТР. Решающий раунд. ну что счет у нас установлен 00 команда пора бы вам уже встать из-за ваших кресел пожалуйста далеко не уходите прямо около кресел можно стоять я напоминаю что прямо перед уходом на рекламу мы с господином тишинком выяснили что сашка в данном случае александр сапрыкин вот так сегодня первые правильные ответы александр сапрыкин в принципе дал самостоятельный сразу же под молотки попал командные сапрыкин безумству храбрый я же говорил что буду стараться попробую попробуйте посмотрим на игровой стол что же у нас там осталось блиц красноярск и маленькое счастье господин сапрыкин не просто решающий раунд а еще и супер блиц у вас получился целый сапрыкин вы знаете у меня для вас есть одна хорошая новость все-таки когда лежат просто конверты с вопросами это вопрос для шестерых а все-таки блиц это всегда вопросы немножко попроще да как бы хотелось бы очень предполагается она в данном случае конечно тоже важна догадка и вам теперь придется догадаться не один раз а три для того чтобы команда стала претендентом на выход финал осени итак пожалуйста сохраняем полную тишину в студии спин левицкий а традиционно прошу и вас также следить за порядком полная тишина готовы господин сапрыкин да внимание вопрос первый если верить одной итальянской пословице человека можно познать либо в дороге либо врач светлана жук из минска просит вас ответить а во время чего еще давайте я начну итак итальянцы говорят человека можно познать либо в дороге либо в во время разговора диалога да диалог они жетикулируют очень много чего можно понять по человеку во время игры господин сапрыкин мы же с вами играем и я вас почти познал за эту игру господин сапрыкин вас то я познал а господина евгения стишинка с командой отправляем на скамейку запасных 0 6 и так еще становится 0 6 пользу телезрителей команда евгения стишинка терпит поражение перемещается на последнюю строку нашего клубного рейтинга и прекращает свое участие в осенних играх что где когда вот имена телезрителей победителей сегодня у знатоков выигрывали анастасия склябина зенцова с вопросом о необычных крышах олеся водолеева златоуста с вопросом о французском языке в ресторане алексей кудряцев из лиозно с вопросом о сонетах леонид кремович из гомеля с вопросом о пакетиках для ручек константин герасименко из новочебок сарска с вопросом об изучении иностранного языка и наконец светлана жук из минска с вопросом об игре в италии зарабатывать шестое победное очко команды телезрителей о себе 300 рублей наше поздравление телезрителям сейчас будет определён лучший игрок команды евгений стишинка господин левицкий ваш выбор господин ведущий выбор очевиден его даже сама команда озвучил это александр он молодец даже несмотря на осечку супер призы я вас поздравляю вы стали лучшим знаком сегодняшней игры вам достается статуэтка человек знания госкорпорации росатом госпожа егорова кому достанется приз за лучший вопрос господин ведущий я думаю что достоин прица сегодня станет разговарившихся поэтом и так с вопросом о творчестве новеллы матвей преподаватель алексей кудрявцев из города лиозно помимо 300 рублей за вопрос получает вот этот сертификат на обслуживание на 500 рублей от медицинского центра нордин наше поздравление телезрителю уважаемые телезрители через неделю у нас будет играть команду же тяжелая артиллерия выходит на передний план команда дмитрия свинтицкого дмитрий мая двадцать первого года ваша первая игре у нас вы заявили себя как одна из команд будущих лидеров клуба заявить заявили а достижение где пока только одна малая хрустальная сова хотелось бы порвать осенней господин свинтицкий но я верю в этом это уже неплохо вера творить чудеса господин стишинок вы сегодня поверили господина сапрыкина и вы знаете наверное и правильно сделали потому что кто как не капитан должен поддерживать своих игроков в команде не расстраивайтесь евгений сражались как львы и одна тигрица эта игра окончена на ватсап пишешь а любви каждый день но сказать и подойти так сложно тебе за замечать начинаю чаще тебя среди знакомых ребят и вроде бы ток и вроде бы то ну почему же ты так далеко бери мой любимый цветок и мое сердце омлок парень ты попалишься когда на меня так пялишься ну зачем так попалишься лимонад сладкий как ванильный сироп на бери мой любимый цветок и мое сердце омлок парень ты попалишься когда на меня так пялишься ну зачем так попалишься ты мне тоже нравишься 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 парень ты попалишься а 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 и а а и Продолжение следует...